МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Смирнов отметил, что в соответствии с указом президента Российской Федерации к 2030 году необходимо обеспечить переработку половины образуемых твердых коммунальных отходов. Выполнение поставленной задачи возможно только при наличии предприятий, осуществляющих утилизацию полезной фракции, извлекаемой из коммунальных отходов. Для Среднего Урала необходимо не менее 600 тысяч тонн соответствующих мощностей, цитирую. Предприятия, входящие в состав Союза, сегодня уже осуществляют переработку пластика, бумаги, стекла с получением промежуточного продукта или готового товара. Теперь в рамках соглашения будет расширена сеть пунктов приема вторичных материальных ресурсов и созданы новые мощности по переработке сортируемых отходов. Конец цитаты. Отметим, что работа по раздельному сбору мусора в Новоуральском городском округе стартовала в прошлом году. На контейнерных площадках установлены специальные сетки для сбора пластика. В ближайших планах организовать несколько мест, где в тестовом режиме пищевые и твердые отходы жители будут выбрасывать в разные контейнеры. Также в планах администрации проработка законодательной базы и установка пунктов приема вторичных материальных ресурсов, которые позволят сократить количество отходов, направляемых на полигоны. А значит, в долгосрочной перспективе снизят уровень негативного воздействия на экологию Новоуральского городского округа. Наш город, министерство сказали, у вас будет пилотный проект по размещению подобных мест. Их планируется порядка пяти. Это и сбор макулатуры, это отходы четвертого-пятого класса опасности, это и предприниматели говорят о том, что будет сбор батареек, тоже в том числе организован, с привлечением лицензии той фирмы, которая будет перерабатывать эти батарейки.